Тарс Тарс это территория современной Турции, морское побережье, уже в те древние времена город, который находился на стыке культур, на стыке западной культуры и восточной культуры, на стыке азиатского и европейского, на стыке римского, иудейского, но и не только. Там на самом деле было разнообразие достаточно большое. Это был город торговли, это был город общения. В 60-м году до Рождества Христова жители Тарса автоматически получили римское гражданство, независимо от своего рождения. Они становились римскими гражданами, иудеи тоже. Даже иерусалимлянам такого и не снилось. Именно поэтому, помните, потом у Павла будет беседа с одним государственным служащим военным, когда Павел скажет, что он получил гражданин по рождению, он римский гражданин по рождению. А помните, что говорит собеседник о том, как ему досталось это гражданство? За большие деньги купил это гражданство. Да. У Павла оно было изначально. Это город, в котором познакомились с Антонией, встретились с Антонией Клеопатра. Этот роман, который мы с вами до сих пор помним, и который действительно потом стал весьма и весьма душесчипательным. Это город, который, в общем-то, играл немалую роль в политической жизни, в римской политической жизни. Был столицей провинции, римской провинции Килики, Старский, Кийский, его, собственно, и стали называть. Вот в этом городе родился апостол Павел. Тогда его, правда, называли Савву. А еврея заедет евреев. Колено какого? Какому колену принадлежал он? Помните? Давайте прочитаем. Послание филиппийцам. Да. Вы вспомнили или нашли? Вы вспомнили. Хорошо. Давайте с вами посмотрим, где апостол Павел говорит о себе. Есть несколько мест, где он говорит о своей ранней жизни. И первое из них, это очень важное место, послание филиппийцам, глава 3, 4 стих. Я прочитаю вслух. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день. Номер раз. Знаете, такие подтверждения своей иудейскости. Обрезанный восьмой день. Обрезание. Вы помните смысл обрезания? Когда и по поводу чего оно дано? Когда и кто получил от Бога завет обрезания? Авраам. Бытие, да. Бытие Авраам получает от завета обрезания. Это завет подтверждения Божьих отношений с Авраамом, с его потомками. То есть фактически с иудейским народом. Это подтверждение завета в обрезании, как подтверждение завета Бога с иудеями. Значит так. Он говорит, я нахожусь в завете. Обрезанный в восьмой день. Вот в этом плане у меня все в порядке. Вы помните, что евреи делили весь мир на две категории. Это мы обрезанные. И вот те изгои, язычники, необрезанные. Если ты иудейский, это все нормально. Если ты язычник, вообще говоря, все грустно. Есть только одно избавление от твоей погибели. Стань евреем. Вступи в завет. И в частности, подтверди это обрезанием. Вот у него все нормально. Обрезанный восьмой день. Дальше. Из рода Израилева. Отлично. Дальше. Колено Вениаминова. Он продолжает. Он уточняет. А колено Вениаминова, это ведь еще и царственное колено. Это колено, из которого, как вы помните, произошел первый царь Израиля. Которого зовут по-русски как? Первый царь израильский. Саул. Я понимаю, что все знают, просто еще не совсем проснулись. Саул. А по-еврейски Шаул. Но ведь Шаул, это и еврейский вариант имени самого Павла, Савла. Потому что по рождению его звали Савл, по-русски переводится, да? Шаул по-еврейски. Значит, он еврей из евреев. Он из колена Вениаминова, из колена царственного. Или так скажем, из колена первого царя Израиля. Нет, не Давида. И он же при этом имеет имя, носит имя первого царя Израиля. Но я постоянно об этом говорю. Разница между Савлом и Савлом, между тем первым Саулом и Савлом новозаветным, очень существенная. Саул хорошо начал, но плохо кончил. Савл плохо начал и очень хорошо кончил. Саул начал как человек красивый, как человек призванный на определенное служение, как человек уважаемый. Но потом его жизнь пошла под уклон. Недостаточно хорошо начать свою жизнь. Вопрос в том, как мы проживем ее дальше. Савл начал с того, что преследовал Христа. Но в конце своей жизни он скажет о том, что его ожидает венец. Что ему приготовлен венец, потому что он прошел этот путь. Потому что он сохранил веру. Потому что он прожил не зря. Вот он из колена Вениаминова. Еврей от евреев. На русском языке это можно сказать еврей-евреевич. Есть еще одно русское выражение, не совсем приличное в данном случае. Махровый еврей. Человек, к которому ну никак не прицепишься. С ним все в порядке. Чистокровный. Породистый. Дальше. По учению фарисеев. Фарисеи. Люди, которые появились еще во втором веке до Рождества Христова. Слово фарисеи имеет несколько объяснений. Одно из самых популярных объяснений. Это перевод как отделенные. Дело в том, что в то время в плане богопочитания у еврейского народа были большие проблемы. Ну, например, первосвященническую должность продавали за деньги. А в храме Антиох Епифанова опустошил, разорил храм. Потом, после маковейских войн, храм был восстановлен. Но это было уже не то. И вот возникла целая группа евреев, которые говорили, мы будем отделять себя. Мы будем отделять себя от этого мира, от этой грязи, для того, чтобы изучать Священное Писание. Для того, чтобы изучать Тору и пророков, и Писание. И думать о том, как это применяется сегодня. Евреи пытались заниматься тем, что... Фарисеи пытались заниматься тем, что сегодня называется контекстуализация Писаний. Они брали Ветхозаветный закон, и они смотрели, как Ветхозаветный закон будет применяться сегодня. Опять-таки, с фарисеями начиналось все очень хорошо. Начиналось все с посвященности. Посвященности Богу, преданности Богу. И вот чем интересен апостол Павел, вот чем он меня просто покоряет. У Честертона в его работе «Ортодоксия» есть замечательная мысль. Он говорит, вот мир кажется простым, но когда подумаешь, что ты его познал, вдруг выясняется в нем что-то необычное. Вдруг все твои выкладки рушатся. Он говорит, ну например, посмотрим на человека. Человек симметричен. Вот можно вот так провести линию вертикальную. Будет левая сторона и правая сторона. Вот человек. И представьте себе, что какой-нибудь ученый с Луны будет изучать, или с Марса будет изучать человека. Он узнает, что у человека есть одно ухо и другое ухо. Хорошо, два. Одна ноздря и другая ноздря. Он предполагает, что это две ноздри. Одна рука, соответственно, он предполагает и другая рука. Правая рука, левая рука. Правая нога. Значит, и левая нога. Правое сердце. И левое сердце. И вот тут он ошибется. Когда ему показалось, что он уже разобрался, все симметрично, все парно, все нормально, вдруг выясняется, что главные органы человека, то же самое сердце, они уже совершенно не столь симметричны. Мир прост, говорит Честертон, но не совсем. Вот то же самое относится к апостолу Павлу. Павел понятен, но не совсем. Когда кажется, что ты уже понял его ход мысли, он вдруг бросает тебе что-то такое, что откидывает тебя назад. И ты понимаешь, что ничего не понимаешь. Смотрите еще раз, четвертый стих. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. И дальше он перечисляет свои заслуги. Обрезанный восьмой день. Заслуга? Конечно, заслуга. Из рода Израилева заслуга? Естественно, есть чем гордиться. Колено Вениаминова? Естественно, есть чем гордиться. Еще бы. Евреи от евреев? Дальше некуда. По учению фарисеи? Дальше некуда. И вот на таком взлете мы сейчас находимся. Шестой стих. По ревности гонитель церкви Божией. По правде законной непорочной. Вот эта по ревности гонитель церкви Божией относится как бы к тому, чем Павел гордится. Но и правда, не прими он Христа, не покайся он, он бы продолжал гордиться, гоня церковь Божию. Он бы и был фактически предтечей тех современных деятелей, которые говорят буквально о том, что деятели такого ортодоксального, консервативного иудаизма, которые говорят о том, что иудеи, принявшие Иисуса Христа, перестает быть иудеем. Которые говорят о том, что иудей-христианин, понятие невозможно. Он бы и был таким человеком. Но тут вмешался Бог. Вот это Божие вмешательство мы начинаем видеть уже в 7 стихе. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Да и все подсчитаю счетою, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, о которой он так подробно тут говорил, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Вот вам заслуженный деятель еврейской культуры, тезка царя иудейского, царя израильского, еврей из евреев, который вдруг начинает понимать, что во всех его регалиях есть одна серьезная брешь. Эти регалии сверкают, как осколки стекла в мусорном баке. Эти регалии светятся, как железка, которую выбросили на свалку. И вот тогда его жизнь меняется. Это необычайный человек. Но постойте. А ведь и каждый из нас в какой-то степени через это прошел. Ведь у каждого из нас были свои регалии и есть свои регалии. Ведь у каждого из нас в этом мире есть чем похвалиться. Но принимая Иисуса Христа, мы говорим перед познанием Христа, перед... в сравнении с тем, что я познан Христом. За эти мои регалии это ничто. И тогда нам становится близок и понятен апостол Павел. Он родился около четвертого или пятого года по Рождеству Христову в городе Тарс, в провинции Киликия, Тарс Кирикийский. Он учился потом в Иерусалиме у ног Гамалиила. Гамалиил был одним из известнейших учителей того времени. И, между прочим, Гамалиил в свое время в книге «Деяния апостолов» об этом записано, высказал очень важное предупреждение. Ученые, библеисты задаются вопросом. Вот интересно, Савву в какой-то момент слышал это предупреждение или нет. Он был учеником Гамалиила, он знал об этом. Мог ли он знать об этом? Помните, когда Иудей, когда Синедрион собирался гнать последователей Христа? Был совершенно замечательный диалог и было совершенно замечательное предупреждение. Какое? Кто вспомнит? Хорошо, тогда читаем. Откройте, пожалуйста, «Деяния апостолов». Так, 34 стих, а глава это у нас 5 глава. Деяние 5 глава, давайте прочитаем, начинается с 34 стиха. Кто прочитает вслух, пожалуйста. «Став же в Синедрионе некто фарисей именем Гамалиил законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал, мужи израильские, подумайте за собой, о людях Сим. Что с вами, что вам с ними делать? Ибо незадолго перед Сим явился Февдо, выдавая себя за кого-то великого. И к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда, галилеянин, и увлек за собой довольного народа. Но и он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей Сим и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками. Итак, какое предупреждение в 39 стихе? Оказаться богопротивниками. Оказаться богопротивниками. Какой был способ оказаться богопротивниками? Что они должны были сделать, чтобы оказаться богопротивниками? В каком случае они рисковали оказаться богопротивниками? Если они продолжали делать что? Гнать христиан. Продолжать преследовать христиан. Совершенно верно. Чем занимался сам в начале своего деятельности, в начале своей деятельности, в начале своего, скажем так, в начале своей серьезной такой уже взрослой жизни. Чем он станет известным? Гонитель христиан. Причем гнал он христиан ревностно. Гнал он христиан по полной программе, что называется. Вот и после этого Господь призовет его. После этого Господь к нему обратится. Савву в начале своей жизни реально был богопротивником. Я не знаю, был ли он в курсе вот этих слов Гамалиила. Я не знаю, обсуждал ли с ним это Гамалиил. Но смысл заключался вот в чем. Если это новое зарождающееся учение от человека, ребят, не парьтесь, оно рассыпется само. Оно не первое. Оно не последнее. Были и до него. Были и после него. Но он говорит, а если это предприятие от Бога, то берегитесь. Потому что противясь этим людям мы можем оказаться противниками Бога. через некоторое время на сцене появляется еще один участник тех событий. Появляется он в шестой главе «Деяния апостолов». И имя ему Стефан. Стефан – первый мученик христианской церкви. Стефан, имя которого переводится с греческого языка как? Кто знает слой, что это «Стефанус» по-гречески? Стефанус – венок. Венец. И вот Стефан, обращаясь к людям, когда его будут допрашивать, скажет им эту проповедь, скажет им это слово. Слово, записанное в седьмой главе. Седьмая глава «Деяния апостолов». Я понимаю, что некоторые из вас «Деяния апостолов» не изучали. Кто-то изучал очень давно. Поэтому я просто напомню вам основную мысль Стефана, начиная с седьмой главы 51 стиха «Деяния апостолов». Вот что говорит Стефан, обращаясь к элите, иудаистской элите того времени. «Жестаковыные, люди с необрезанным сердцем и ушами». В этом на самом деле сама ирония. Потому что иудеи считали, что у них все в порядке, они обрезаны. Стефан им фактически говорит, ребята, вы обрезаны, но не там. Сердце и уши ваши не посвящены Богу. Если обрезание, это обряд посвящения Богу, то сердцами и ушами у вас есть некоторые серьезные проблемы. Дальше он продолжает. «Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили». Иудеи говорили примерно так. Они говорили, да, наши деды, прадеды, у них случалось, они пророков убивали. У них случалось, они Богу противились. Но мы теперь другие. Мы теперь праведные. Все эти прежние ошибки, за них мы уже не отвечаем. А Стефан показывает им целую историю преступлений израильской элиты и говорит, «Ребята, а вы, между прочим, достойные продолжатели. Если ваши отцы и деды убивали пророков, то вы убили Божьего Сына. Вот какое обвинение он бросает им в лицо». И Савву, ревностный сторонник иудейства, сам по себе ревностный иудей, обрезанный, как положено по закону, Савву слышит эти слова и участвует в побиении Стефана, правда, пока еще со стороны. Он молодой человек, он стережет одежды тех людей, которые побивают Стефана камнями. Мы будем читать позже, Савву одобрял убиение Стефана. «Слушаясь, и они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, самого Духа Святого, которому они противились». Помните, 51 стих. «Возрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесною Бога, и сказал, «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесною Бога». Обратите, пожалуйста, внимание, Стефан при жизни не встречался со Христом. Стефан получает откровение, он видит Сына Божия, он видит Иисуса Христа и свидетельствует об этом откровении иудеям. Буквально через пару глав. Савву, который истерег одежды побивающих Стефана и скрежетал зубами вместе с ними, одобряя убиение Стефана, Савву, не видевший Иисуса Христа при жизни, тоже увидит его лично. Стефан засвидетельствовал иудеям, но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савва и побивали камнями Стефана, который молился и говорил «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом «Господи, не вмини им греха сего!» И сказав «Съепочил!» Стефан на протяжении нескольких минут свидетельствует из иудея. Савву, которому очень скоро тоже предстоит самому увидеть Господа, на протяжении всей дальнейшей своей жизни и жизни будет свидетельствовать язычникам и примет смерть от руки тех самых язычников. И Савву, участвовавший в избиении Стефана, имя которому Венец, в конце своей жизни уже будет говорить о том, что и он получит Стефанос Венец, поскольку он прошел этот жизненный путь. Мы с вами подходим к событию, о котором будем говорить после нашего перерыва. Мы с вами подходим к событию, которое называется по-гречески метаноя, изменение разума, покаяние, покаяние Савва. Но пока на пороге этого события он еще живет по-старому. Савву же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение над церковь в Иерусалиме и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Начинается этап рассеяния церкви, начинается этап, когда христиане расходятся по разным местам, по разным городам. Савву одобряет преследование христиан, но Савву не просто одобряет, Савву не из тех, кто будет заниматься тем, что в советские времена, в конце советских времен называли одобрямсом. Он просто говорит одобрям и все. Савву в этом участвует. 9 глава с 1 стиха. Мы подходим к покаянию, но остановимся, сделаем перерыв перед самым моментом. Савв же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил, причем даже по-гречески, это достаточно сильное слово, выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин и женщин связав приводить в Иерусалим. Обратите пожалуйста внимание, не убивать, а приводить в Иерусалим, для того, чтобы в Иерусалиме разобраться. Савву понял тенденцию. Савву понял, что церковь Христова разрастается. Савву понял, что многие христиане осели в Дамаске. С этой гидрой, с этой заразой надо бороться. Почему христианство с точки зрения Савву было такой заразой? Об этом мы тоже несколько позже поговорим. Но Савву готов действовать. Не знаю, как вам, но мне, когда я благовествую, мне гораздо проще говорить с убежденным атеистом, чем с тряпкой пофигистом. То есть гораздо проще говорить человеком, который будет аргументировать, будет доказывать, и он действительно убежден, что Бога нет, и христианство это сказки, чем человеком, который вслед за Юрием Никулиным будет петь «А нам все равно, а нам все равно». Понимаете, с таким говорить невозможно, он будет петь и все. Савву имел одну очень важную особенность. в том, что он делал, он убежден был. Он устремился вперед, готовый забить гол. Но в критический момент Бог показал ему «Савву, ты бежишь к собственным воротам, не туда, Савву». Вот об этом мы будем говорить после перерыва. Савву «Савву,